Всем доброе утро! Всем привет! Вот мы в Анталии, а уже точнее регионально в Алании. Добрались мы уже до своего поселка. Напомню, это у нас Акурджалар и сейчас пробираемся к своему отелю. Места здесь знакомые. Были мы здесь в прошлом году в Джустиниано. Прошло полгода и вот мы опять в этом поселке. Ну и вот в общем-то мы на месте. Вот это красивое здание и вот это название и будем заселяться. Вперед! Нам мгновенно выдали номер и давайте смотрим номер в отеле Мукарнас. Номер у нас 1178. Естественно здесь все с электронным ключом. Только мы зашли. Так, два дали ключа от номера в светлом. Сразу большой шкаф. Здесь зеркал на нем нет, но зеркало есть напротив. Вот оно в пол. Сейф бесплатный. Бубочка для обуви. Несколько полочек. Плечики. Запасная подушка. Полка под чемоданы сумки. Чайно-кофейный набор. Зеркало. Все здесь в виде вот этой вот этого узора. Собственно говоря, Мукарнас это вот как раз узор на входе. Свод сотовый. Такими сотами сделан. Вот он называется Мукарнас. Номер у нас стандартный. Так, в изголовьях есть вот из кожзама такие накладочки. Светильники. Так. А, два. На две позиции. Вот они такие. Подушечки, ну видите, такие небольшие. И они по одной. Декоративных подушек здесь нет. Диванчик. Столик со стеклом. Стекло положено и на прикроватных столиках. Это не тумбочки, кстати сказать. Ну и вот такая абстрактная картина, что здесь у нас еще есть одно окно с видом на дельфин. Пуфик. Смотрим мини-бар. Что у нас здесь хорошенького здесь есть? Три бутылки воды, сок, две колы и газировка. Бар безалкогольный, сказали, пополняется постоянно. Это хорошо. Концепцию нам выдали. Две карточки для полотенец и две карточки ключей от номера. Тоже это плюс. Телевизор не на стене, а вот в таком виде. Бекко. Проходим на балкон. Балкон, видите, квадратные формы. Алюминиевые стулья. Тяжелый стол. Здесь тоже этот же узор. И есть сушилка. Пальмы, вид на море. Территорию, конечно же, мы с вами посмотрим. Здесь соседний бассейн дельфина. Теннисный корт. Там еще спортивная площадка. Не сказал по кондиционеру. Здесь стоит сплит-система. Не знаю, насколько она централизована или нет. Пульта нет. Так, осталось у нас санузел. Смотрим. Размер тоже не гигантский, но все продумано. Все я вот смотрю для себя. Все, в общем-то, очень удобно. Высокий поддон поднята, чтобы вода не лилась на пол. Полотенце два больших ножное. Полочки для морющих тоже это хорошо. Тропического душа нет. Лейка съемная, но она большая. Я думаю, тоже проблем с этим не будет. Ну, с унитазами это все ясно. Каменная раковина. Два лицевых полотенца. Что по косметике. Косметика, здесь вот они еще не перешли на вот эту систему с настенными диспенсерами. Здесь все еще, как говорится, по старинке. Два кусочка мыла и шапочка для душа. Два стаканчика. Фен рабочий от Эвола. И косметическое зеркало. Хорошо. Тоже это очень удобно. Ну, насколько я везде посмотрел, тапочек я не нашел. Возможно, можно спросить на ресепшн и они будут. У нас уже наступил следующий день. Посмотрели, что из себя представляет отель. Более или менее познакомились с территорией. Значит, отель производит хорошее впечатление. Если сравнивать с соседним Джустиниана, который буквально находится тут в 500 метрах, этот отель выигрывает. Здесь какой-то, видимо, глобальной реновации в номере не было. Розеток здесь очень-очень малое количество. Фактически, которую можно свободно использовать, это одна. Вот эта розетка. В общем-то, она единственная. То есть, других вариантов здесь нет. Ни тапочек, ни халатов в номере нет. Но по запросу, вот мы подошли к Гест Релэшн, сразу же без вопросов сказали, какая комната сейчас все будет. То есть, тапочки принесли. Возможно, они здесь работают по запросу. Так что, не стесняйтесь, подходите, спрашивайте тапочки, это все дадут. Ну, такая вот специфическая работа раковина. А тут вода почему-то не очень хорошо уходила. Я заявку сделал. Я не знаю, приходили они или нет. Но у меня такое ощущение, что вода продолжает набираться. Даже если я вот эту заглушку, которая неплотно стоит, вытащу. Но вода все равно. Вот видите, да? На такие вещи, ну, не нужно махать рукой, потому что это может привести к более серьезным последствиям, когда это все польется уже через край. И тогда будет уже поздно. То, что говорил по заезду про душевую кабину, вот про этот удобный порог, здесь все так оно и есть. Все очень удобно. Закрывается. Ни капли воды сюда не выходит. Удобно. В отличие от раковины, в душе, в поддоне вода не скапливается. Здесь вода уходит отлично. Душ работает тоже замечательно. Друзья, ну, день прошел. Ну, и вот смотрите, приборка, в общем-то, состоялась. Естественно, пополнение воды произошло. Несмотря на то, что вот эту воду мы не использовали, но вот все нам дали. Да, ну, в полторашке у нас закончилось. Вот, видите, у нас она здесь лежит. С водой здесь никаких проблем не существует. Прибрали чисто, подушки не меняли, простынь тоже поменяли. Один день мы здесь пробыли. Ребята, вот несмотря на то, что вроде бы с питанием здесь никаких проблем нет, ну, вот, получается, вот от этих очередей никто не застрахован. Она сейчас была по длине, но она где-то там вот так и продолжается, люди стоять. Не знаю, зачем они так выстроились. Возможно, там просто раздача такая глобальная, поэтому все просто стоят в очередь за всем подряд. Все, в общем-то, стоят вот за теми шашлычками, а вот, допустим, рыбу можно брать свободно. То есть, а очередь стоит общая. Возможно, вам нужны наггетсы, вы можете взять их свободно. Итак, вот он во всей красе. Мукарнас. Вот этот узор, свод, который похож на пчелиные соты и называется Мукарнас. Нас встречает очень просторный холм. Вот с такой красивой узорчатой люстрой трехъярусной. То есть, в этой вот стилистике выдержан, ну, выдержано все оформление отеля. Много удобных посадочных мест. Слева находится ресепшн. И здесь же находится гастрилейшн. Информация от туроператоров находится также на стороне ресепшн. Слева от входа вот эта стоечка вся здесь оформлена. Лобби-бар здесь не круглосуточный. Он заканчивает работать в ноль часов и работает в десяти утра. Такая особенность у этого бара. Ну, и это один из, скажем так, наиболее наполненных по ассортименту баров в отеле. Детские лесенки практически у каждого бара присутствуют. Двигаемся дальше. Отель состоит из двух крыльев. И поэтому у каждого крыла есть свой комплект лифтов. Немного спустившись, здесь есть вот такая терраса. Она закрыта. Это продолжение лобби. Но есть выход и в открытую зону этой террасы. Терраса с видом на территорию отеля, на сад, который очень-очень здесь симпатичный. Это уже терраса ресторана. Справа это тоже все зона ресторанная. Вот эти номера, получается, они все, будем так говорить, с видом на море. Это прямой вид здесь. Вот эти номера, как я понял, они все нечетные. Если смотреть немного дальше, вот за рестораном, там находится спа. Как в большинстве отелей такого уровня, здесь практически везде стоят указатели, что где находится. По стрелочкам вы определяете. Но, по идее, здесь все находится внизу, кроме номеров. То есть, румс наверху. И три а-ля-карт-ресторана. Сразу же о них скажу, чтобы потом к ним не возвращаться. Султан, итальянский и китайский ресторан. Все а-ля-карт-рестораны здесь обслуживают за дополнительную плату. То есть, бесплатных здесь проходов нет. Кроме того, они не работают каждый день. То есть, по-моему, это вторник, четверг, суббота. И в каждый день закреплен определенный ресторан. Мы вышли из основного здания во внутренний двор. И внутренний двор – это вот одна из главных достопримечательностей этого отеля. Вообще, территория отеля, она компактная и очень зеленая. Прямо везде вот это зеленое обрамление, зеленая рамка, она просто радует глаз. Арки, какие-то проходы, коридоры. Здесь фонтан, который вечером включается здесь подсветкой. И он будет работать вечером. То есть, это не просто вот декоративный, который никогда не включится. Перед нами основной бассейн. До него дойдем чуть-чуть попозже. И справа детская зона. Здесь и лунопарк, и детский клуб, и практически вся основная зона отдыха для детей. Лунопарк работает вечером. Вот нас такие персонажи здесь встречают. Вот колесо обозрения я не видел, чтобы функционировало. Вот те карусельки крутились. Здесь само здание детского клуба, вот оно здесь. Под навесом все здесь с детьми занимаются. Отель, я еще раз напомню, уже говорил, семейный. Очень много сделано и делается для детей. Ребят на батутах уже прыгают. Батутов здесь, так сказать, несколько. В нескольких зонах они находятся. Это не единственное. Ну и вот, смотрите, вот эта зона игровая. Ну здесь, наверное, для самых маленьких. Но и вот здесь этот городок, где можно полазать, попрыгать, поскакать. Для, наверное, деток чуть-чуть постарше. Рядышком находится и аквапарк для детей. Именно детский это аквапарк. Ну и что я здесь не заметил. Традиционный для большинства отелей горки Слоника. Обычно, который в бассейне стоит. Но вот здесь такой нет. Тут, в общем-то, вот такой небольшой бассейнчик мелкий. Здесь глубина, видите, 34 сантиметра. И здесь интересно, смотрите, что в середине сделан остров под навесом. Попасть туда возможно только пройдя по воде. Ну или перепрыгнув. Здесь зона обозначена как зона для некурящих. Ну и рядышком за вот этой зоной шезлонгов, видите, очень здесь много. Несмотря на то, что зона вообще небольшая. А шезлонгов здесь много. На входе или на выходе есть душ для ног. И сразу же получается у нас за стеночкой основной аквапарк. Он уже работает сейчас, в это время. Несмотря на то, что ни одного подогреваемого бассейна здесь нет. Время работы горок с 10 до 14. Неправильно говорю, с 10 до 12 и с 14 до 17. Центральный бассейн. Вот тем мостиком, на который я поднялся, он разделен на две половины. Вот эта часть, которая ближе к отелю находится. Видите, протяженность, ну, наверное, приближается к 50 метрам. Большое количество шезлонгов. Время сейчас движется к 10 утра. Ну и смотрите, занято совсем немного. Я не вижу практически, чтобы лежали где-то тут полотенца. Наверное, если где-то приглядеться, что-то мы увидим где-то какие-то занятые. Но свободных их очень много. Размещаться здесь комфортно. И есть даже вот зона, скажем, такая вот спортивная, 25-метровая. Размечены несколько дорожек. Ну и немаловажно, что здесь же находится вот по краю и туалет. Стрелочка здесь находится. Будка аниматоров с музыкой. И вот пулбар. А пулбар работает круглосуточно. То есть в ночное время здесь напитки можно взять в том числе и крепкие. Кофе, чай, естественно, тоже. Вот ассортимент. Здесь много тоже посадочных мест. И закусок здесь никаких нет. Ну, кроме орешков. Орешки можете попросить, здесь дадут. Есть открытая зона, есть зона под навесом. И что хочу сказать. Почти вся дорога от отеля до пляжа, она у вас будет идти вот под такими навесиками. И солнце практически нигде вас не будет накрывать полностью. Здесь мы попадаем вот на такую развилочку. Справа у нас амфибар. Прямо Женечка у меня идет с пляжа. Здесь снэк-ресторан. Он сделан в первую очередь для чего? Для того, чтобы когда вы находитесь на пляже, вам не бегать в ресторан, не одевать какую-то там цивильную одежду, а прийти вот сюда, 12.30, 15.30. И здесь полноценно можно пообедать. Перед тем, как попасть на пляж, рядом находится снэк-ресторан, про него говорил, есть амфибар. Вот этот амфибар. Почему он так называется? Потому что рядом с ним находится амфитеатр. До него сейчас тоже дойдем. Здесь делают закусочки. Здесь делают гизлеме. Айран уже можно брать. Пекут вафли. Делают шаурму. Донеры. Что-то в этом вот роде. Гамбургеров не видел, но может и гамбургеры тоже делают, конечно. Здесь бар, но это бар только чай-кофе. Заходим в амфитеатр. Есть вот такая лестница деревянная. Она ведет в амфитеатр. Его нигде, ни с какой стороны не видно. Он спрятан. Поэтому, кстати сказать, и активности, которые здесь проходят, они не так отражаются шумно на номерах. Если у вас нет желания забираться, скажем так, по этой деревянной лестнице, можно, в общем-то, снизу также зайти в амфитеатр, просто немного пройдя дальше вдоль этих кабан. Кабан здесь этих много. И здесь волейбольная площадка. Плюс этой волейбольной площадки состоит в том, что она закрыта сеткой. Долго ли, коротко ли мы дошли до входа на пляж. Ну и еще одно отступление, кстати сказать, у входа вот еще один батут. И здесь небольшая такая спортивная площадочка с легкими тренажерами. Лужайка. И еще одна фотозона. Пляжная зона у нас начинается с души, с двух сторон. И ножные тоже есть. Слева кабинки для переодевания, справа пляжный бар. Здесь нет крепких алкогольных напитков, но есть вино и пиво. А чай, кофе, соответственно, тоже. Вот зона и справа, и с левой стороны. Сам пляж не очень большой глубины. Начинается пирс достаточно быстро. Все шезлонги под навесами. Навесы, скажем так, централизованы. Отдельных зонтиков здесь нет. Шезлонги. Ну вот, видите, такие. Не новых модификаций, не самых дорогих. Но я смотрю, все вроде бы в хорошем состоянии. И персонал, в общем-то, следит за их чистотой, за порядком. Друзья, ну вот, насколько я могу показать пляж. Ну вот, смотрите, волнение, конечно, приличное. Мне далеко не зайти. Вот все. Вот оно уже тут у меня. Но, как говорится, ноги намочил. Сезон 24 открыт. Однозначно. Вот, смотрите, вот здесь. Это мелкая-мелкая галь, как перемешку с крупным песком. Но сейчас волны такие, что даже мыслей таких не должно быть, чтобы зайти в море. Оно очень опасное. Вот большая волна очень идет. Я отбегаю. Еще я покажу несколько игровых зон. За стеной от амфибара расположен тир. И рядышком стоит теннисный стол для маленького тенниса. Вот два их. Под навесиком, в тени. Здесь зажигается, бывает и свет, если вечером поиграть. Еще раз повторюсь, очень красивая зеленая территория. Кругом цветы, зелень. Даже пальмы. Посмотрите, стволы. Они украшены вот этими бьенами. слойки, булочки. Ну, как обычно, это вот выпечка. Здесь кондитерских изделий типа тортов, пирожных с утра я не видел. Но это, мне кажется, для всех турецких отелей это стандартно. Вот фрукты, овощи, да, они примерно вот такого плана. Они всегда апельсины, груши, два вида яблок. Еще есть бананчики такие небольшие. Я сейчас просто не вижу. Грепфрут, кстати сказать, тоже имеется. Ну, вот сегодня я почему-то бананов не вижу. Друзья, ну, сейчас я оказался на минус втором этаже. Мы идем посмотреть спа. Здесь вы получаете полотенце. Здесь раздевалка. Тут еще это пыло раздевалка. Женская раздевалка. Здесь парилка, но парилка не работает. Давайте, уж коли я здесь сразу же спортзал. В спортзале я уже был. Приятный спортзал. Новые тренажеры. С видом, опять же, на вот этот садик внутри двора. Небольшой, но тренажеров достаточно много здесь. Такие есть технологичные. И просто вот штанга и гантели набор есть. Кого что интересует, смотрите для себя. И сразу же мы отсюда можем увидеть и зону бассейна. Бассейн подогреваемый работает. вот эта сауна работает. 83 градуса. Там будут люди, я заходить не буду. Здесь выключено. Здесь 49. Но это влажная, наверное. да. Тоже заходить не буду. Она работает. Турецкая банка. Это здесь хамам. Это релакс зона. Двигаемся в зону бассейна. Тут тоже есть небольшой бар. Несколько джакузи. Вот там побольше. Здесь поменьше. 34 сантиметра. Кстати, ну такая прохладенькая, вода. Не скажу, что она горячая. Что в этой? О, здесь тепло. Здесь тепло хорошее. Здесь вообще тепло, но здорово пахнет хлоркой, хочу вам сказать. 27,8 температура воды светлой, хорошей, видно всю улицу. Ну естественно вас тоже будет видно. Но вот смотрите даже в апреле, несмотря на то, что уже купаются в основных бассейнах, здесь тоже пользуются. Глубина метр сорок. Персонал, зная, ну вообще организация отеля, что здесь скользкий пол, можно подскользнуться, упасть, закрыли сеточкой лестницы. Они и здесь, они и там, чтобы допустим детки не подскользнулись и не провалились туда. Это тоже немаловажно, это говорит о заботе о гостях отеля. Выходя из зоны спа, мы попадаем в небольшую вот эту закрытую зону, ну скажем так, развлечений, наверное, так скажем, которая, наверное, будет пользоваться популярностью в непогоду, но в какое-то холодное время. Что мы видим в этой зоне? То есть вот тут фотозона, здесь есть небольшой закрытый детский клуб, но внутренний. Сейчас он не работает, потому что работает основной, но я еще раз говорю, при плохой погоде да, будет здесь. И здесь есть бар. Я, ребят, даже вот не знаю точно, как называется этот бар. Геймбар, то есть игровой бар. Здесь тоже полный набор алкогольных напитков. В принципе, все то же самое, что в лобби-баре вы найдете здесь. И здесь пирожные. Но пирожные здесь до 18 часов. Каких-то, ну я не знаю, ультра-красивых навороченных здесь нет, но есть и там какие-то и бисквитики, и печеньки, и все это как бы основное, это все есть по напиткам. я уже говорил, то есть есть, да все в принципе есть, в основном все местное. из импортного red label то есть бренди local gb import another gilbi vodka gilbi gin xiv No just video Thatilla local Turkish все есть, все все хорошего качества все почему вот game здесь вот все игровая зона для детей вот и в жетончики там берете ноги точки где-то помощи тут еще где-то бы вот и все что обычно но вечером будет я покажу конечно это в цвете друзья ну и как я обещал вот я показываю то есть когда этот игровой центр в общем-то работал на полную катушку туда все загремела зашумела вот смотрите что здесь есть развлечений куча то есть детям тут ну выбор богатый это мотоциклы машины ракеты и все что угодно зона с бильярдом и боулингом действие она находится у геймбара вот здесь смотрите практически да не практически все четыре стола заняты все ребята играют ценники сейчас покажу вот они на боулинг на бильярд ну и на монетки для игровых автоматов по боулингу тоже играют все в действии обе дорожки отдыха я здесь не обнаружил но багажная комната вот находится слева от ресепшена то есть вот эта комнатка это место где вы можете оставить свои вещи чемоданы здесь они и размещаются сейчас лобби бар работает у него такое название лобби бар ничего тут не выдумывают здесь набор как я говорил напитков хороший то есть он на один из максимальных которые здесь есть то что здесь есть импортно но здесь представлено но это из импортных напитков джейбин виски red label водка и джин гилбин а наверное из импортного то наверное все наполеон бренди я честно говоря не знаю чьим производству вот то что выставлено там это это бутафория это они друзья но и в продолжении разговора о виде то есть какой номер выбрать где куда выглядывать скажем так если у вас внутрь выходят то есть у вас там будет вид на море но это тоже соответственно особая категория внешние номера вот смотрите та сторона на которой мы живем вот скажем так в том крыле которая находится ближе к анталии вот так будем говорить да с этой стороны у нас находится дельфин резот делюкс и расстояние до них достаточно прилично видите далеко то есть окна в окна мы не смотрим а вот с другой стороны то которая ближе кала не будем так говорить та сторона она упирается в ботаник платин и там прямо перед окнами очень близко во первых это аквапарк этого отеля там вот эти трубы они буквально в окна вам заглядывают и расстояние от самого отеля ботаник платин очень небольшое вот то что сейчас играет музыка эта музыка играет с дельфина то есть нашу мы не слышим отсюда амфитеатр там далеко мы его тоже не слышим да естественно есть какой-то шум от дороги потому что до дороги вы видите приблизительно 100 метров ну совсем конечно от нее шум убрать невозможно вот этой стороне мне она нравится конечно больше здесь видите ну какой никакой но он вид на море для кого это конечно важно друзья мы идем на обед я зашел немножко нетрадиционного входа но здесь можно зайти с нескольких входов давайте я уж с детской стороны тут и начну по обедам здесь вот пирожные на детском столе они вот так представлены здесь и детское питание морковочки взять кукурузка вон там есть ну и обычные вот эти снеки которые во всех про красивые тарелочки уже говорил здесь в обед сладкого стола у такого богатого нет вот он там есть остальное будет на ужин вот бананы про которые я говорил они появились никуда они не пропали так давайте к зеленому салаты закушки салаты вы знаете что они не подписываются практически нигде здесь продолжение сладкого стола тут немножко видите на сориентироваться тем не менее какой суп суп еще свадебные я даже не знаю честно говоря что это такое но какой-то крем-суп опять очередной но вот свадебный суп даже вот интересно сказать попробовать что такое суп из лука парея есть попроще но вот со свадебным супом добавочки сыр сухарики зелень ну как-то вот начал я сегодня со сладкого но я думаю что не в накладе мы будем никто не обидится шашлык с овощами интересно название окра булочки с овощами вот как хотите так и думаете бюрек макароны фрикадельки фрикадельки честно говоря а ну котлетки причем смотрите как написано мясник фрикадельки до русские видно что здесь но не самые частые гости поэтому таким образом опять свежий нарезанный салат тут же при вас режут доходите вам прямо в тарелку порежу то есть это вообще не проблема консервации соленья огурцы помидоры салаты в чистом виде в мешаном виде как кому нравится диетический стол для кого-то это важно соглашусь отварная курица кукуруза тут отварной рис все есть молодой картофель здесь жареный цыпленок с пальцами как это сейчас по нашему стрипсы у нас это называют примерно это то же самое это часть где хлебная такая составляющая неаполитанский соус спагетти а здесь спагетти неаполитанский соус так основные так овощи на гриле индейка мне так кажется фрикадельки на гриле непонятно не написано из чего они сделаны луковые кольца рыба ну что-то простое вижу скумбрия на гриле там уже традиционно как я говорил картошка фри там наверно наггетс еще да так и есть какой-то вот такой интересный соус даже не знаю с чего он сделан очень густой очень просто как такая знаете круто сваренная каша картошка запеченный жареный цыпленок фишка появилась наверное все вот видите повара ну я не знаю повара будем говорить или кто-то они подходят и постоянно протирают практически за каждым человеком они протирают все тарелочки мармиты 100 столы правильно кладут ложки в этом плане все отлично всегда вы при когда бы не пришли вот этот лук он будет лежать вот так красиво ровно то есть он не развалится сколько бы его не брали все равно его поправить эти снайк-бар открылся здесь можно собрать себе гамбургер вот котлетки вот булочки вот вот все составляющие для гамбургера где вы хотите самостоятельно вы себе собираете ну и здесь ну приблизительно те же блюда скажем так которая есть и в том ресторане но вот здесь видите курочка такая в корочке хрустящий можно себе хот-дог слепить интересный такой салаты ну вот те же пидо найти здесь какая-то даже вот смотрите пицца какими-то очень мелкими кусками порезано но сейчас она появится я так думаю вот видите да и все остальное все здесь есть лет есть полноценное питание вот и суп пожалуйста вот и все остальное гарнир и все есть фрукты и овощи здесь сладкий стол тоже представлен что дают сейчас в амфибаре в 16 часов и так вы видите сейчас он уже не пустой то есть люди что-то здесь берут что берут ну как я говорил гизлями это все понятно сейчас будет заканчиваться гизлями уже да все уже здесь напекли каких-то булочек это заготовки для этих булочек что здесь пончики жарят и картошка там картошка вот этот кумпир крошка картошка друзья ну как бы вредно это не казалось но вот картошку я не смог не взять чтобы попробовать вот наполнил ее тут каким-то соусом с травой сыр оливки и огурцы ну и пончик пиши тоже в общем-то взял попробовать потому что считаю преступлением будет люди работают трудятся сейчас идем на ужин идем смотреть ассортимент это самый скажем так богатый прием пищи смотрим что будут подавать в ресторане на ужин детский зал сейчас открыть это резервация закрыта опять же мы попадаем в детский стол но здесь практически ничего не меняется все приблизительно также сладкий стол появился в этом пока здесь народу немного давайте я буду со сладкого стола и показывать здесь уголок восточных сладостей жидкие мусы пирожные сейчас стоит стоит с клубникой появляется и с каждым днем все больше и больше клубника сезон так как я пришел на открытие ресторана 5 минут спустя в общем то красота все еще здесь не нарушена фрукты сейчас вынесены сюда же к сладкому столу у горячего уже видите сколько народу буду пробиваться туда позже бананы в шоколаде ну и здесь вот каждый вечер делают что-то эксклюзивно сегодня даже чтобы похоже на чизкейк красиво тут же и украшают они их заготовочки есть этический стол показывать смысла нет он тот же самый зеленый стол он тоже такой же не знаю друзья получится мне показать или нет здесь раздача всегда здесь бывает либо какая-то красная рыба тунец лосось сегодня это вот курица но не знаю почему здесь стоит очередь поэтому сейчас это все пройдет и никого здесь не будет до ее разделывают и общем-то по порциям раскладывают на столы так давайте дальше где у нас не очень много народа так макароны в сливочном соусе делать но сейчас их добавят первую порцию взяли сейчас тут еще макароны почему-то то что фри здесь оказалось здесь и грибы и все остальное тут уже видно вот первое я не с той стороны зашел первая партия людей зашла немножко подсняла пиде и что-то мне кажется в азиатском стиле делается стейк из индейки но да вот там то ли устричный соус в этом роде здесь всегда всегда собираются очередь опять на шпажка жарена за этим всегда очередь рыба в в общем то ничего такого зачем стоило бы прямо стоять стоять вы видите картошка фри она на месте она здесь никуда не делась дальше по острову с основной кущей подходим мясное блюдо просто даже не стали это комментировать булочки с оладьями булгур есть что-то типа курицы опять курица мариняя мясо без перевода пюре баклажаны и мясом фаршированные кабачки и рыба в духовке и над сыром вот такая запеченная красота ну и осталось что вот с этой стороны нам посмотреть что здесь еще у нас есть спагетти соус морковь тушеная какая-то филе индейки миньон делается с фаршем этот фарш и залить сверху яйцами все что угодно на выбор но понятно что не на русский скажем так вкус лад и свекла и капуста все это есть мясо холодное есть рыбных холодных блюд здесь немного вот скумбрия там лежит давайте посмотрим а вообще в зале сколько места вообще есть не место и вот сейчас но буквально вот первый поток сейчас 19 15 и найду ли я сейчас вот место для того чтобы сесть не испытать с этим проблем терраса в первую очередь есть уже не так прохладно уже нормально терпимо сразу на входе смотри что мест здесь нет вот при первом взгляде скажем так но пройдя чуть дальше вот здесь уже места свободные есть то есть на свежем воздухе места есть и это не один стол их несколько столы на большие компании там открытая совсем терраса здесь столов очень много так захожу внутрь ну вот и сразу смотрите вот здесь столов просто куча здесь зал практически весь пустое не заполнен то есть проблем чтобы найти место никаких нет по персоналу в ресторане все приветливы внимательно учтивы приходите всегда все разы приходили спрашивали какие нужны напитки так что и персонал здесь тоже зачете вечером ребят перед входом в амфибар вода перекресток где здесь уголочек для шиши шиша корнер я не знаю видно или нет сейчас вот так свет я сделаю вот видите вот какие есть разнообразие здесь этот уголочек вот так красиво подсвечен и люди сидят вот изолировано здесь они ну наслаждаются кальяном так как амфитеатр временно сейчас там проводятся какие-то ремонтные работы обновления все проходит вот здесь в пулбаре мини диска здесь и остальная анимация тоже здесь проходит друзья но день подошел концу что еще хотел бы добавить про что не сказал по вай фаре вай фай бесплатный по всей территории отеля в номерах он тоже есть я правда вот в некоторых местах у бассейна заметил что он как-то вот какими-то ямами пропадает раз и его нет на пляже тоже работает в номере как сказал уже работает интернет не использую для работы поэтому не могу сказать насколько он хорош видео допустим вот по ютубу он тянет так что ничего вроде бы не зависает но я говорю там где есть хороший устойчивый прием в том же номере допустим возвращаясь к вопросу о персонале и обратной связи с администрацией с персоналом персонал вообще мне здесь очень нравится вообще ребята очень доброжелательные очень отзывчивые уже про это говорил ну и я свое мнение не меняю то есть персонал это знаете как в футболе вратарь половина команды вот здесь персонал это вот точно вот половина от оценки отеля здесь вот на сто процентов свои вот эту половину оценки персонал отрабатывает ну и да к чему я это сказал просто не все эти мне тут все сделали все это тапочки принесли и засор в раковине тоже прочистили то есть в этот же день я не видел как они приходили то есть это было все пока нас не было в номере раковину прочистить вода уходит сейчас на ура друзья несколько слов хотел сказать национальном составе я говорил здесь уже много заметил много польских ребят да наверное большая часть гостей здесь на данный момент вот это вторая половина апреля это поляки и по национальности я бы распределил так наверное поляки англичане потом наверно все вместе потому что я вот русских здесь я не вижу чтоб какое-то было у них преобладание все приблизительно вот как-то небольшом проценте я думаю что русский здесь ну вот я так вижу сейчас процентов 5 10 это наверно максимум резюмируя отель вот особенно для семей я бы рекомендовал скажем так относительно недалеко он находится это между сиды и аланей поселок и курджалар первая линия но это естественно это мы видим отель мне понравился он уютный может быть не скажу что домашний потому что ну все-таки есть какой-то знаете вот налет лоска какого-то да но тем не менее вот уютность и да какая-то вот остатки может былой роскоши когда он был совсем новый возможно он был какой-то роскошный сейчас конечно не роскошный но по качеству очень 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 даже приличный и 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 Субтитры сделал DimaTorzok